Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о квантовых компьютерах. То есть мы посмотрим на квантовую механику с точки зрения программирования. Я даже написал свою симуляцию квантового компьютера, вот она буквально в 30 строк, но к коду мы вернёмся позже, а давайте сначала посмотрим, что же вообще такое квантовый компьютер. Квантовый компьютер отличается от обычного тем, что он может получать преимущество в вычислениях за счёт использования квантовых эффектов, таких как суперпозиция и квантовая запутанность. К ним ещё вернёмся немного позже, а сейчас смотрите. Квантовый компьютер использует именно квантовые вычисления, то есть квантовый процессор. Всё остальное у него обычное, например, память у него такая же, как у обычного компьютера, у него нет какой-нибудь квантовой памяти, чтобы это не значило. Получается, что квантовый компьютер от обычного отличается только квантовым процессором. Причём этот квантовый процессор не обязательно должен заменять обычный процессор. Скорее это будет как некоторое дополнение к обычному процессору. Точно так же, как сейчас у нас к обычному процессору есть еще дополнение в виде видеокарты То есть обычно в компьютерах есть два таких вычислителя основных Процессор, который быстро и последовательно, как на конвейере, выполняет вычисления А еще у нас есть видеокарта, которая хоть и выполняет все вычисления в разы медленнее, но зато может выполнять тысячи этих вычислений параллельно За счет чего она в тех алгоритмах, которые можно сильно распараллелить, очень сильно выигрывает по скорости Ну, например, в рисовании, да, когда нам нужно на экране нарисовать миллион пикселей Видеокарта просто разобьет это на тысячи потоков и они выполнятся в сто раз быстрее, чем это бы последовательно пиксель за пикселем рисовалось бы на процессоре Конечно, сейчас современные процессоры видеокарты уже гораздо сложнее Процессоры стали многоядерными, многопоточными и все такое Но основная идея осталась Получается, что квантовый процессор это что-то вроде видеокарты, которая еще более быстрая, но выполняет еще более узкий класс задач Еще можно встретить объяснение, что квантовый процессор это что-то вроде такой супер видеокарты, которая еще более параллельно все вычисляет Но тут стоит оговориться, что не все алгоритмы, которые эффективно выполняются на видеокарте, будут также эффективно выполняться на квантовом процессоре На самом деле, с помощью квантового процессора, скорее всего, получится ускорить лишь небольшую группу алгоритмов Еще важно уточнить, что речь идет об эффективности вычислений, то есть о том, как быстро мы можем решить какую-то задачу Потому что на самом деле мы можем решить что угодно, на чем угодно, но это не всегда эффективно Например, если мы попробуем посчитать 2 плюс 2 на видеокарте, у которой тысячи ядер, а 2 плюс 2 посчитается только на одном из этих ядер Все остальные будут просто простаивать То есть такое вычисление будет не очень эффективным Точно так же квантовый компьютер не дает никаких преимуществ, если мы будем просто складывать числа Преимущество у него в других алгоритмах Из известных алгоритмов для квантовых компьютеров есть, например, квантовый поиск по базе данных Точно известно, что если у нас есть достаточно большая база данных, и мы в ней хотим найти какую-то определенную запись То квантовый компьютер справится с этим гораздо быстрее обычного компьютера Что на самом деле суперполезно, и ради этого можно уже пытаться делать квантовые процессоры Но проблема в том, что таких алгоритмов не очень-то много Есть еще другой класс алгоритмов, для которых почти точно известно, что они на квантовом компьютере будут работать быстрее, чем на обычном компьютере Например, разложение числа на простые множители Возможно, вы слышали, что квантовые компьютеры могут взломать что угодно Так вот так говорят, как раз потому, что основные современные методы шифрования полагаются на то, что очень тяжело разложить число на простые множители А квантовый компьютер делает это очень легко Но вряд ли квантовые компьютеры все взломают, сейчас прогресс в области квантового шифрования довольно сильно так обгоняет прогресс в области квантового расшифрования А еще я сейчас сказал, что в таких алгоритмах, как, например, разложение числа на простые множители, почти точно квантовый компьютер будет быстрее обычного Почти, потому что на самом деле пока еще математически никто не доказал, что на обычном компьютере нельзя сделать так же быстро Может быть и на обычном компьютере можно создать супер быструю программу, которая будет раскладывать число на простые множители, просто никто этого пока еще не нашел, или кто-то нашел, но скрывает. Найти такой супер алгоритм или доказать наоборот, что его не существует, это называется задача P против NP, может быть слышали про нее, она такая супер известная, это вот одна из того самого списка задач тысячелетия. Только в случае квантовых компьютеров это называют P против BQP, P это вот те задачи, которые обычный компьютер решает достаточно быстро, а BQP это класс вот этих алгоритмов, которые квантовый компьютер решает быстрее обычного, ну во всяком случае обратное пока еще никто не доказал. А теперь давайте посмотрим, чем отличаются вычисления на квантовом компьютере от вычислений на обычном компьютере. Обычный компьютер оперирует битами, то есть нулями и единицами, квантовый компьютер оперирует кубитами, то есть квантовыми битами, а квантовый бит равен тоже либо нулю, либо единице. Квантовый компьютер, как и обычный, получает на вход нули и единицы, и на выходе у него получаются нули и единицы, а вся магия происходит посередине. Вы, возможно, слышали об эксперименте с двумя щелями, когда берется какой-нибудь квантовый объект, например, фотон, то есть частица света, и его пропускают через две щели. Если мы никак не будем смотреть через какую щель он пролетел, то он пролетит через обе щели одновременно и по пути он будет взаимодействовать сам с собой. Если мы запустим много таких фотонов по очереди, то каждый из них будет не просто попадать в какую-то из точек за каждый из щелей, а они образуют вот такую вот интерференционную картину. Потому что пока мы никак не регистрируем этот фотон, он находится как бы во всех состояниях одновременно и летит по каждой из возможных траекторий. И все эти траектории еще и взаимодействуют друг с другом. В процессе полета фотон превращается в такие волны, которые могут накладываться друг на друга, либо гасить друг друга. Точно так же и в квантовом компьютере мы можем создать вот это вот состояние суперпозиции, когда кубит находится во всех возможных состояниях одновременно. Получается, что в итоговый ответ вклад вносят все состояния, в которых могут быть кубиты. Один кубит может быть в одном из двух состояний, либо ноль, либо единица. Два кубита могут быть уже в четырех состояниях, три кубита в восьми состояниях, четыре в шестнадцати и так далее. То есть если у нас есть десять кубитов, у нас может быть более тысячи состояний, каждый из которых вносит вклад в итоговый ответ. А для пятидесяти кубитов это количество состояний уже превышает квадриллион. Итого, квантовый компьютер работает не с самими нулями и единицами, а с шансами их выпадения. И алгоритмы для квантового компьютера нужно составить так, чтобы усилить нужные нам состояния и погасить ненужные. Правда, для большинства полезных алгоритмов для квантовых компьютеров требуются минимум сотни, а то и тысячи кубитов. А сейчас у самого крупного квантового компьютера пока 53 кубита. Но хоть и достаточно большие квантовые компьютеры, может быть, будут еще не скоро, посмотреть, как их программировать, можно уже сейчас. Начнем с самых простых логических элементов. Например, отрицание. Оно превращает 0 в 1, а 1 в 0. У квантовых компьютеров есть такое же свое отрицание. Оно обозначается оператором x. Хотя отрицание это еще не самый простой оператор, который мы можем придумать. Еще есть тождество. Оно превращает 0 в 0, а 1 в 1. То есть оно ничего не делает, оно просто оставляет все как есть. Но если в обычном компьютере о нем особо не задумываются, то в квантовых компьютерах это уже довольно важный оператор. Важным свойством тождества и отрицания является то, что их можно как бы развернуть назад. Например, у нас есть какая-то неизвестная переменная. Мы применили отрицание и получилась единица. Это значит, что неизвестная переменная была равна 0, потому что отрицание от 0 это единица. А если получился 0, то значит переменная была равна единице. То есть отрицание мы можем развернуть назад, мы всегда знаем, что было до него. Точно так же и тождество. Так как оно ничего не меняет, то мы тоже знаем, чему были равны переменные до него. И все квантовые компьютеры работают по такому принципу. Все операции в них можно развернуть назад, потому что так устроена квантовая механика. Вот смотрите, еще один пример оператора из обычной логики. Допустим, оператор, который все превращает в ноль. То есть ноль он превращает в ноль, единицу он тоже превращает в ноль. В квантовой механике такое невозможно, потому что тогда у нас сотрется то, что было до этого. То есть у нас единица превратилась в ноль или ноль превратился в ноль. У нас получился ноль, и мы не знаем, что до этого было, потому что что бы там ни было, оно все стерлось и превратилось в ноль. Поэтому установить просто так ноль мы не можем. Точно так же, как и установить просто так единицу, безусловно, мы не можем. Еще в качестве примера необратимой операции можно привести, например, сложение. Если мы сделаем 2 плюс 2 и получим 4, то мы не можем 4 развернуть назад. То есть мы не знаем, что было сложено, чтобы получить 4. Может быть там 2 плюс 2, может быть 1 плюс 3, или 3 плюс 1, или 0 плюс 4, или минус 1 плюс 5 Потому что 2 плюс 2 содержит в себе на самом деле больше информации, чем просто 4 Это и есть закон сохранения информации Может быть слышали о парадоксе потери информации в черных дырах? Вот он как раз с этим связан Дело в том, что некоторые расчеты показывают, что информация может теряться в черных дырах Но с другой стороны, в квантовой механике просто не существует оператора, который может потерять информацию Получается, что например отрицание это обратимая операция, мы можем посчитать, что было до этого А сложение это необратимая операция И квантовые компьютеры могут выполнять только обратимые операции, чтобы информация всегда сохранялась Но что если мы все-таки хотим сложить 2 числа на квантовом компьютере? Ведь сложение это необратимая операция, как нам ее реализовать? Смотрите, вот у меня есть схема из квантовых операторов, которая складывает 2 бита Если мы сложим 1 плюс 1, то у нас получится 2 и еще 3 Что такое 3? Так как в процессе вычисления на квантовом компьютере мы не можем удалить информацию То у нас накапливается некоторый квантовый мусор Вот это и есть вот это вот 3 Тождество и отрицание возможны и на обычном компьютере Давайте посмотрим на что-то более крутое, что возможно только на квантовом компьютере И это оператор Адамара, он разделяет кубит на его возможные состояния Например, если у нас кубит был просто нулем, то он разделяет его на 0 или 1 То есть он создает ту самую квантовую суперпозицию Теперь у нас кубит как бы находится в неопределенном состоянии И в конце вычислений, когда мы пронаблюдаем этот кубит, он окажется случайно в одном из этих состояний Но пока мы его не пронаблюдали, все эти состояния могут вносить вклад в ответ, который у нас получится в конце То есть все эти возможные состояния могут взаимодействовать друг с другом Но смотрите, вот у нас кубит равен нулю Мы применяем оператор Адамара И теперь у нас 50% что он будет нулем, 50% что он будет единицей А еще квантовые компьютеры так устроены, что если мы применяем операцию два раза, то она как бы отменяется Как отрицание, например, если мы отрицание сделаем два раза, то ничего не поменяется Также можно и сказать про любую операцию, в том числе про этот оператор Адамара Но смотрите, вот у нас кубит был в состоянии нуля, мы перевели его в суперпозицию И теперь это 50% 0, 50% 1 А если он был в состоянии единицы, и мы его перевели в суперпозицию, то тоже 50% 0, 50% 1 То есть как будто одно и то же произошло Но если у нас был 0, и мы применили оператора Адамара, перевели кубит в суперпозицию Потом применили оператор Адамара еще раз, и мы перевели его обратно в 0 А с единицей, если мы так сделаем два раза, то мы переведем это обратно в единицу Хотя, казалось бы, посередине у нас одно и то же состояние 50% 0, 50% единица Откуда же тогда квантовый компьютер знает, во что это превратить потом? Да и к тому же, если бы это состояние было бы действительно одинаковым То тогда бы у нас не выполнялась обратимость операций И на самом деле эти состояния различаются Это не просто вероятности, а как их тут называют, амплитуды вероятностей Например, в одном случае у нас будет 50% на 50%, а во втором у нас будет 50% и минус 50% Когда мы пронаблюдаем эти минус 50%, они будут работать как обычные 50% Но в процессе расчетов они являются отрицательными И они позволяют нам создавать разные состояния, которые вроде бы с одной и той же вероятностью приводят к тем же результатам И это не просто амплитуды вероятностей, это еще и комплексные амплитуды вероятностей То есть они могут содержать корни из отрицательных чисел И это позволяет создавать как бы еще больше состояний, которые выглядят вроде бы одинаковыми Но на самом деле в процессе расчетов они являются разными состояниями Но так как вероятность разных событий не может превышать 100%, одно точно что-то произойдет И в сумме все это всегда будет 100%, то есть единица Поэтому мы оперируем не просто вероятностями, а на самом деле корнями из этих вероятностей То есть, например, 50% будет не просто 0,5, а 1 делить на корень из 2 И когда мы возводим это в квадрат, у нас получается 0,5, то есть 50% Таким образом, если у одного кубита есть два разных состояния То одно состояние в квадрате плюс второе состояние в квадрате будут равны единице, то есть 100% То есть в 100% случаях он будет равен чему-то одному из этих двух И эта формула выглядит как уравнение окружности На самом деле это в каком-то смысле и есть окружность И получается, что любое состояние кубита можно выразить как точку на этой окружности Но так как состояние кубита выражается не просто обычными действительными числами, а еще и комплексными То есть там как бы два числа в одном, и получается у нас не просто окружность, а у нас получается сфера И каждое состояние кубита можно выразить как точку на этой сфере Кстати, я в паблик ВК закинул скриншот кода симулятора квантового компьютера и попросил угадать, что это И несколько человек написали, что это какие-то матрицы преобразований, возможно, для компьютерной графики В компьютерной графике используются матрицы поворота А в квантовом компьютере, если состояние кубита это точка на сфере, то каждая операция это будет поворот точки по этой сфере Получается, что все, что мы сейчас обсуждали, является каким-то поворотом Например, вот этот вот оператор Х, который я называл отрицанием, на самом деле он является поворотом этой точки по сфере вокруг оси Х Точно так же еще есть, например, оператор Y и Z И даже этот оператор Адамара, который создает суперпозицию, является просто поворотом точки по этой сфере Точка, кстати, всего одна, сколько бы состояний кубитов не было, она выражает вот их все Просто сфера становится очень многомерной, когда у нас есть много кубитов Поэтому для двух и более кубитов визуализировать состояние в виде точки на сфере уже сложно, потому что она слишком многомерная А какие операции могут быть для двух, трех или больше кубитов? Смотрите, основное условие, что когда мы два раза подряд применяем одну и ту же операцию, она возвращает все назад И тут, в пример, можно привести операцию, которая меняет местами два кубита Конечно, можно придумать очень много разных таких квантовых логических элементов Но можно их взять в какое-то небольшое число, тех, с помощью которых уже можно составить любую программу И нам тут не хватает одной очень важной операции Это операция, которая меняет состояние кубита в зависимости от второго кубита Допустим, если первый кубит равен единице, то второй меняет свое состояние на противоположное И да, обе этих операции тоже можно выразить просто в виде поворота по многомерной сфере, но это уже не так удобно Это называется оператор контролируемого отрицания, и он позволяет создавать квантовую запутанность Допустим, вот у нас есть кубит, и мы применили на него оператор Адамара, чтобы перевести его в состояние суперпозиции И теперь, в зависимости от его состояния, мы можем применить отрицание на второй кубит Получается, что тогда второй кубит будет запутан с первым, потому что его состояние будет зависеть от суперпозиции состояния первого кубита И так как у первого кубита состояние не определено, то и у второго оно становится неопределенным Но они теперь связаны, то есть от одного состояния зависит второе состояние Ну и перед тем, как мы наконец-то перейдем к коду, нужно еще чуть-чуть пояснить про то, как это математически устроено Когда я запостил вот тот пост в ВК, еще несколько человек написали, что это что-то связано с машинным обучением И знаете что? Квантовый компьютер и нейросеть работают почти одинаково Смотрите, что такое нейросеть? У меня было про нее видео, но там я пытался более просто объяснить, что у нас просто есть нейроны, есть веса, мы это умножаем Но на самом деле математически проще выразить просто нейроны как массив, то есть вектор, как в математике говорят И веса это матрица, то есть двумерный массив, как говорят в программировании Тогда получается, что на каждом слое мы просто умножаем матрицу весов на значение нейронов и все То есть мы умножаем матрицу на этот вектор, потом умножаем матрицу на полученный вектор, потом полученный вектор, на него еще домножаем То есть мы каждый раз просто умножаем матрицу на вектор А что делает квантовый компьютер? Все возможные состояния кубитов это тоже вектор И вот эти вот преобразования, вот эти вот вращения по сфере, это тоже матрицы То есть мы умножаем матрицу на этот вектор, потом если хотим применить новые преобразования, то мы умножаем матрицу на полученный вектор И опять умножаем матрицу на полученный вектор, и все То есть квантовый компьютер работает так же, как нейросеть Но только с тем ограничением, что у нейросети эта матрица может быть какой угодно А у квантового компьютера она должна быть, как это называют, унитарной То есть она должна всегда обращаться назад, когда мы ее два раза применяем Вот это вот, помните? И вот когда я начал изучать питон и машинное обучение Я заметил, как это похоже на квантовые компьютеры Да, я интересовался квантовыми компьютерами до того, как заинтересовался машинным обучением И решил это написать, тем более с библиотекой NumPy Которая применяется для любых математических вычислений на питоне Это стало очень легко, потому что там есть просто все необходимые операции для квантового компьютера Но это не значит, что я использую какие-то суперсложные функции, которые просто так с нуля не написать Наоборот, тут все очень простое Но чтобы код был еще меньше, я использую вот этот вот NumPy Фактически он тут позволяет просто создавать и умножать матрицы Вот зачем он здесь нужен И теперь, наконец-то, давайте уже разберем сам код симулятора квантового компьютера В самом начале я добавляю эту библиотеку Затем мы определяем все наши функции вот этих вот преобразований Все квантовые операторы Во-первых, это identity Или вот то самое тождество, которое просто ничего не делает Все эти операторы, они выражаются просто матрицами И эти матрицы мы будем умножать на наше состояние Тождество у нас выглядит как единичная матрица То есть это матрица, у которой по диагонали единицы, а все остальное нули Отрицание, это выглядит как эта матрица, только перевернутая Ну и фактически все эти операции, это я просто обозначаю матрицы разного вида Их все можно найти на Википедии Дальше идет функция, которая применяет операции на наши кубиты То есть вот у нас есть вектор с нашими кубитами И есть вот эти квантовые гейты или квантовые операторы, которые мы будем применять Например, я решил на первый кубит повесить оператор Х, на второй оператор Адамара И вот эта функция применяет эти два оператора на наши кубиты И должна она их применить одновременно Чтобы они вместе применились, мне необходимо перемножить матрицы этих операторов умножением кранокера Это когда каждый элемент матрицы перемножается на каждый элемент другой матрицы И получается одна большая матрица И потом мы полученную большую матрицу обычно матричным умножением умножаем на наш вектор всех состояний Эта функция наблюдает наше квантовое состояние То есть она схлопывает волновую функцию и берет случайный результат Но конечно это не сравнится с настоящим квантовым компьютером Если для хранения состояния 10 кубитов нам нужно несколько килобайт памяти То вот для применения к ним какой-либо операции нужны уже гигабайты То есть затраты по памяти очень высокие и растут они экспоненциально И даже не просто экспоненциально, а как экспоненты еще в кубе Ну либо в степени 2,5, если мы используем какое-нибудь эффективное перемножение матриц Вообще большую часть этого видео я записывал еще месяца полтора назад Но мне показалось, что оно выходит слишком сложным И решил перезаписать, упростить некоторые моменты Не знаю, стало ли проще, но в любом случае этот канал задумывался как научпоп Поэтому иногда я буду выпускать такие более сложные видео А если вы досмотрели до этого момента, то можете поставить лайк, чтобы ютуб лучше продвигал канал И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok